Большую часть ковидных коек в инфекционных стационарах занимает население старше 60 лет. Пенсионеры и люди более пожилого возраста находятся в зоне риска, констатируют медики. Чтобы сократить суточный прирост заболевших, необходима вакцинация. В первую очередь это касается североказахстанцев преклонного возраста, имеющих хронические заболевания. Заместитель руководителя областного управления здравоохранения Кумар Кусимисов встретился с представителями ветеранской общественности города. Тамара Ушакова ветеран завода ЗИК-100. Сегодня она возглавляет ветеранскую организацию. Женщине уже за 80 и она переживает за свое здоровье. Коронавирус никого не щадит, говорит Тамара Николаевна. Но получить прививку от ковид-19 до сих пор ей так и не удалось. Я пришла первый раз. Давление 160. Снизили вроде бы. Не снижается, никак ушла. Второй раз пришла. Все вроде бы хорошо. Результаты хорошие. Пришла. Там сидят два человека. Вот мы уже два часа сидим, ждем. Набрать надо пять человек. Больше всего влиянию вируса подаются лица старше 60 лет. Они являются самой уязвимой категорией. Сегодня в областном центре насчитывается 43 900 ветеранов труда. Только половина из них провакцинировалась. На сегодняшний день повсеместно идет распространение нового штамма коронавирусной инфекции. Это штамма Omicron, который характеризуется более высокой вирулентностью, более обширным и быстрым распространением среди населения. Поэтому с целью предупредить распространение данного штамма среди лиц пожилого возраста, лиц старше 60 лет, с целью защиты их от симптоматического течения, от тяжелого течения и летальных исходов от коронавирусной инфекции, мы хотим провести разъяснительную работу по важности и необходимости вакцинации от коронавирусной инфекции. Получить прививку против коронавируса можно в любой из поликлиник города. Кроме того, прививочные пункты работают в крупных торговых домах. К тому же, кто по состоянию здоровья не может сам прийти на участки, может приехать в медицинская бригада и поставить прививку на дому.